Микс Ньюс. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа Диагноз Недели. И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа Диагноз Недели. И вот как уже было анонсировано в заставке, неизменный ведущий, врач-психиатр-психотерапевт Рейли Резник Мартов. Здравствуйте, Рейли. Здравствуйте. Ну, а я вот скорее в качестве гостя в этом эфире Андрей Лешкевич и звукорежиссер Родион Золотарев. Хорошим людям в эфире, мы всегда рады. Да. О чем же мы сегодня поговорим, Рейли? Ну, мы получили довольно-таки долгий перерыв в наших передачах. Наверное, месяц, если не больше. Я получал встревоженные письма от радиослушателей, куда пропала передача. Это было приятно, не скрою. Хорошо. О чем мы будем говорить? Иногда я нахожу какие-то вещи в медицинских новостях, тем, которые стоит обсуждать. Иногда придут сами. Иногда я исхожу из того, что происходит с моими пациентами, какие закономерности я подмечаю. За последнее время я отметил такую интересную вещь. Ну, мы уже много раз говорили о том, что наши проблемы родом из детства. Называют конфликты с родителями. Кто-то вырастает обиженным на них, кто-то вырастает, наоборот, целиком подчиненный родитель. Но как-то обычно люди о своих семьях говорят и говорят о том, какое влияние на них оказало детство, оказалась семья. Но уже не в первый раз я подмечаю интересный тип пациентов. Это люди, которые вроде бы и выросли в семье, и рядом были родители, но такое ощущение, что они выросли сами по себе. У них нет ощущения заброшенности, пока они им не говорят. Это родители как родители. У них нет ощущения, что их обижали, что над ними творили какое-то насилие. У них просто сложилось ощущение, что семья – это просто некая декорация. Что, да, были мама и папа, даже были какие-то бабушки и дедушки, но с ними ничего не происходило. И не обязательно потому, что папа или мама были алкоголиками, или потому, что папа или мама всё время где-то пропадали. Нет. Но странная история, что даже когда папа и мама были дома, или были бабушки дома, всё равно эти дети оставались сами по себе. У них не было ощущения, что что-то происходит. И вот что мы получаем, когда выросли взрослые люди? Эти люди вроде бы знают, что должна быть семья. Должна быть мама, должен быть папа. Вот я вроде вырос, и теперь я должен быть мамой или папой. И эти люди понимают, что семья – это такой странный ритуал. Его надо обязательно как-то пройти. Это некие действия, которые я должен и должна выполнить. И таким людям очень трудно вообще осознать понятие любви. Человек может жениться или выйти замуж. И вроде не потому, что выйдет, что осознавая для себя, что ну пора вроде. Вроде найдётся и человек, и вроде хороший. Ну и вроде неплохо вместе. Наверное, надо жениться. Ну а раз женились, надо завести детей. Потому что в семье должны быть дети. Эти дети рождаются. И человек стараются добросовестно выполнять свои родительские обязанности. Но, как ни странно, к этим детям ничего особого не чувствуют. И вот это достаточно тяжёлое зрелище, когда человек задумывает свои отношения с детьми. Говорит, ну, в общем-то, да, ну дети. Я знаю, что я, наверное, я их люблю. Я должен их любить. Наверное, должен о них заботиться. Что, не знаю, укладывать, книжки читать. Но всё это выполняется не потому, что человек, это вот на душе тепло. А всё это выполняется потому, что человек знает, что он должен. В нормальной семье так делают. Даже сейчас с чем-то сравнить. Это можно сравнить с… Есть люди, которые в постели имитируют оргазм. Ну, потому что должен быть оргазм, чтобы все кругом понимали, что всё правильно. Всё происходит хорошо, чтобы все были довольны. Чтобы партнёр понимал, что он хороший или партнёрша. То есть, надо сымитировать. И здесь похожая история. Надо сымитировать то, что у нас полноценная семья. Такой вот кукольный театр. Называйте это как хотите. Кукольный театр, детская игра. Только дети обычно играют с азартом. Дети, когда играют в дочки-матери, всё увлекаются. Они эмоциональны. Они вовлекают куклы, разных людей во всё это. Такая игра, захватывающая, как всё у детей. А вот этих людей игра не захватывает. Они в ней могут находиться довольно-таки долго. Но, к сожалению, в какой-то момент они обнаруживают, что им пусто. То есть, можно изображать любовь. Можно изображать семью. Можно изображать родительские чувства. Но вот этот бесконечный фейк рано или поздно даёт о себе знать. Нельзя пустоту бесконечно маскировать красивыми украшениями, наклеенными цветными картинками и так далее. А в какой момент, с вашей точки зрения, вот я из всего, что вы рассказываете, не понял, происходит этот слом? В какой момент на этом распутье человек начинает идти не по тому пути, который приводит к этому? И сразу второй вопрос. Вы это относите к вечным проблемам? Или это особенность какая-то нашего периода, нашей эпохи? Нового времени? Новой нравственности? Ничего-то такого. Я думаю, что насчёт момента это очень индивидуально у каждого из этих людей. Это очень индивидуально. Я думаю, что человек с неудовлетворённой потребностью любви, человек, который не только не способен ощущать ярко любовь к кому-то, но и не способен ощущать эту любовь по отношению к себе, не может играть в эту игру до бесконечности. То есть человек без любви, опустошённый человек, рано или поздно эта пустота начинает засасывать себе всю человеческую жизнь. При этом человек обычно может как-то, если кому-то повезёт, человек может компенсироваться в работе, допустим. Он постоянно работает, у него много занятий, у него много дел, он всё время что-то, он приносит домой деньги. Допустим, есть-то отец семейства, который считает, что он должен снабжать семью. Он отображает, как эти деньги накапливаются. Вроде всё хорошо. Но если дома пусто и холодно, эта пустота или холод рано или поздно достучится до самого упрямого сознания. Не достучится сразу напрямую. Могут возникать какие-то чувства тревоги, или чувства печали, или чувства такой затяжной подавленности, или, наоборот, чувства раздражения. Ну, почему же я не могу получить то, что мне хочется получить? Но это принимает самые разные формы. Второй вопрос, потому что это вневременной явление. Я, к сожалению, не имел возможности анализировать семьи с той двухсотлетней давности. Может, посредством предшественников, коллег, скажем так, возможно, описывающих, описавших эти проблемы? Если верить историческим книгам, такая вещь, как «Любовь к детям» и «Детская любовь», начала обсуждаться не так уже давно. Если мы помним достаточно долгое время, семьи заключались не по принципу, у нас вспыхнула любовь, а наши родители заключили вот такую договорённость. ещё, когда мы были, возможно, детьми, и нас поженили. Или ещё какие-то сети. Я думаю, что ощущение любви и влюблённости, которая как основная база для отношений, не такое древнее. Много любви осталось для куртуазных историй. Особенно на российской территории, в частности. Даже не знаю, что на российской территории. Тоже лирическая поэзия была всегда. Во всех странах. Насколько это отвечало реальной обстановке, не знаю. Но я думал, что даже в те времена, если человек не занят постоянно бесконечной проблемой выживания, люди всё равно нуждались в каком-то домашнем тепле. Это домашний очаг, где все вместе. Ну, мы же помним, что в небогатых семьях когда-то все ложились спать в одну постель. Ну, длинную постель. Родители, дети. И тогда туда же укладывались гости, остановившиеся в доме, или кто-то из прислуги. То есть, это вот ощущение всеобщей такой кучи малых, которой тепло. Наверное, оно было. Наверное, когда мир вокруг ощущался куда более враждебным, чем сейчас, это ощущение совместного тёплого бытия тоже было очень важно. Как это сейчас, наверное. Ну, наш мир сейчас, если мы, наверное, в большинстве, по крайней мере, европейских стран, нет ощущения угрозы существованию. Нет ощущения... Как сказать? Ну, оно есть где-то в медийном пространстве. Мы читаем о терактах, мы читаем. Но это не то, что застигает каждого человека на ежедневной основе. Я думаю, что сейчас, когда нет этой проблемы бесконечного выживания, и мир... Ну, что же, как сказать? Потому что мы сейчас живём, по крайней мере, в европейском пространстве, в золотом веке. У нас нет смертности от эпидемий, у нас нет страшных войн, никто не может выйти с твоего дома. Ты получишь в том или ином масштабе медицинскую помощь, может, тебе недоволен, но так или иначе ты какую-нибудь получишь. Люди в Европе, ну, сейчас, по крайней мере, редко кто страдает от голода. То есть, с точки зрения веков человеческой истории, всё достаточно спокойно. Но нет ли причинно-следственной связи в том, что всё спокойно, и в том, что, собственно, у психиатров, психотерапевтов работа от этого не то, что меньше не становится, а часто и наоборот? Потому, что когда люди заботятся по проблемам выживания, им не до невроза, в общем-то. Ну, я об этом и говорю, да. Несколько же можно позавидовать. Просто когда ты должен выживать, спасать и спасаться, тебе, к сожалению, не до вслушивания в нюансы своих душевных проблем. Когда жизнь более спокойна, мы выходим просто на другой уровень проблем. На совсем другой уровень. Но вот возвращаясь к детям и семьям, действительно ли сейчас на вот этот детский бэкграунд и вообще на важность того, какое влияние оказывает этот детский период, сейчас обращать стали намного больше? Потому что даже мы говорили про русскую литературу, насколько я понимаю, до Толстого на эту тему особо никто не обращал внимания. С него вот это пошло серьёзное рефлексия над детством. Не обращали. И, наверное, поэтому было много вещей, которые проходили сами по себе, как вот так положено и должно быть. И, наверное, сейчас кто-то скажет, что этому удивляет пристально, чрезмерное внимание. Кто-то, возможно, скажет о том, что... И эти тексты я неоднократно читал. О том, что всё это... Шум поднятый психологами и психотерапевтами, которые жаждут наживаться, поэтому они постараются людям внушить, что они несчастны, что их детство ужасно и так далее, и так далее. Никто из психо-психотерапевтов не бегает за людьми, уговаривая, что вам плохо. Обычно всё происходит ровно наоборот. Нас находят люди, которые приходят, потому что им плохо. Давайте вернёмся к этой теме. Людей, которые не понимают, что такое семья. Людей с этой пустотой. Ну, когда всё это случается, человек начинает искать себя, осознанно, а большей частью бессознательно, как всё, что мы делаем, начинает искать выход. То есть, какую-то компенсацию, какую-то подмену этим отношениям, замену. Ну, что происходит? Одна часть людей, которые от этой невыносимой пустоты устали, от непонимания, что такое семья, что такое близость, начинают лихорадочно искать значимости хоть для кого-то. Причём не для кого-то, а у них сразу возникает завышенная планка. Хочешь, чтобы тебя любили все. Обычно такие люди в школе хотят не просто иметь близкого друга или подругу, они хотят иметь у нас перерыв? Да, извините, что я вас прерываю, но нужно сейчас коротко прерваться. Про второй тип мы во второй, собственно, части и продолжим. Сейчас небольшой прерыв. Программа «Диагноз недели» продолжается, мы примем звонок. Добрый день. Добрый день. Пожалуйста. Вот мадам Бавари, это тоже классический пример, мне кажется, заполнения пустоты. А вот у меня вопрос такой. Вот не кажется вам, что гаражные посиделки или мужские рыбалки это тоже какой-то способ заполнить пустоту семейную, домашнюю? Причём, они же бывают, эти мужчины, от профессора до самого последнего какого-то работяги. И они очень хорошо все себя чувствуют в этих компаниях. Спасибо. Спасибо. Ну, я думаю, я бы так не обобщал. Наверное, если гаражные посиделки или рыбалка мужской компании полностью заменяет какое-то общение с семьёй, то да, почему-то человеку очень не хочется идти домой. Возможно, ему там холодно, возможно, мужская компания хоть некую замену. Но, я думаю, если всё это обычная часть жизни человека, я тебе скажу, мужская компания, каждый на своём уровне хочется пообщаться и потратить на какое-то время, которое не разрушает семейную жизнь, я бы не видел в этом проблем или признака пустоты. Потому что даже без пустоты мы наполняем свою жизнь каким-то хобби, увлечениям, в то же время каким-то комфортным, интересным для нас общением. А если есть постоянная компания, неважно, это мужчины, женщины, то такое периодически повторяющееся общение, нет в нём ничего плохого. Но, кстати, противовес тому о Чумагете, буквально в прошедших новостях коллеги рассказывали, что был опрос проведён из КДС нашей социологической компании, который показал, что всё больше жителей Латвии выбирают приоритетом семью, а не работу и карьеру. Этот показатель, он причём рекордный сейчас за всё время исследований за 20 лет. То есть, семейные ценности снова начинают собладать. Получается, 61% назвал приоритетом семью. Интересная тенденция, об этом можно подумать, что бы это значило. Ну, тут тоже какой-то и социологический опрос и так далее. Вернёмся к нашей теме. Да, вы про Сипа рассказывали в прошлой части, о тех людей, как у них выстреливает это. Значит, одна часть людей начинает искать вот этой мегапопулярности. То есть, ощущение, что меня должны любить все. То есть, если я школьник или школьница, должен быть самым популярным в классе или самым популярным в классе. То есть, все должны стремиться со мной дружить, все должны мной восхищаться, все должны за мной ухаживать и так далее. Дальше это может перенести, если во взрослую жизнь, в студенческую жизнь, в рабочую жизнь. Человек жаждет всеобщего обожания. Мне надо чем-то сравнить с человеком, который, не знаю, долго полз по пустыне и добрался к какому-нибудь ручьям, будет пить и захлёбываться. Хотя уже вроде пить уже не хочется. Все будет пить и захлёбываться. Но человека мотивирует эта жажда? Если она его мотивирует к каким-то действиям и достижениям, то... Какое время мотивирует? Но поскольку это недостижимая история, ну, не могут человека все любить. Но он хочет абсолютно какого-то, да. А тем более, вы же понимаете, человек, который хочет, чтобы его любили все, он на самом деле не уделяет внимания никому отдельно. То есть, он не видит в людях интересного, который будет тебе близким и дорогим, интересующим тобой. Он видит кого-то, кто будет тебя обожать. Возможно, здесь есть корни некоторых видов нарциссизма, в том числе. Человек бесконечный постоянно жаждет, чтобы его обожали, любили и восхищались, и искренне не понимает, как чьи-то интересы могут быть выше его собственных. Я думаю, что этих людей рано или пусту это разочарование, потому что тут от одного-то человека не всегда возможно добиться, что он тебя безусловно обожал, потому что находимся в реальных жизненных отношениях. Человек, который тебя любит или с тобой дружит, может видеть твои недостатки, может быть, не готов целиком положить себя и свою жизнь на алтарь твоего честолюбия и тому подобное. То есть, даже с одним человеком всё не так просто, а уже когда-то хочешь тебя любили, восхищались все, это рано или поздно даёт тоже чувство пустоты, что это неподъёмная совершенно цель. Она обречена на неудачу. И человек всегда будет в итоге страдать. Ну, а второй тип? Второй тип – это когда люди в общем-то не то, что теряют надежду, они даже не представляют себе, что, может быть, могут встретить кого-то популярный, а если даже становятся популярны, они не знают, что с этим делать. И они уходят в такую интроверсию, в такую замкнутость. Кто-то может назвать даже шизоидной замкнутостью. Но второй тип – это люди, которые просто испытывают пустоту, отчаяние, бессмысленность. И, в общем-то, где-то внутри смирились с этим. Им плохо, но они считают, что смирились. Беда в том, что смириться с этим, не разрушая себя, практически невозможно. Это невозможно сделать, потому что, если ты живёшь в эмоциональной изоляции, если ты живёшь в постоянной подавленности и тоске, ты будешь разрушаться. Мы уже говорили в наших разных передачах, что, когда человек живёт в бесконечном стрессе, тревоге и подавленности, это влияет и на иммунитет, и на самые разные части человеческой жизни. А когда разрушается иммунитет, человек становится более уязвим для любых заболеваний, в том числе для онкологии, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, чего угодно. Поэтому этот механизм ухода, механизм скрыться и спрятаться, и думать, что это как-то можно вот так жить, вот по такой, по плоскости, но беда в том, что всё будет рано и позже идти под откос, будут накапливаться эти эмоции, будет накапливаться какое-то отчаяние. И самое печальное, когда такой человек, он настолько вживается в эту роль, он настолько по-прежнему не понимает, что такое близость, и как можно искренне к нему тянуться, что этот человек отталкивает любые возможности близости с собой. Он настолько уходит в эту печальную замкнутость, что даже когда появляются люди, с которыми можно было бы строить отношения, неважно, дружеские, романтические, какие угодно, он теряется. Он не понимает, зачем это. Ему становится страшно, потому что надо вылезать из этого убежища и снова рисковать, кажется, там, а у тебя нет опыта успешных отношений, у тебя нет опыта тепла, у тебя нет опыта любви, тебе как будто предлагают пойти куда-то, где ты когда-то уже потерпел фиаско. Это таким людям, куда проще отношения по типу какие-то рабочие. Вот здесь я человеку выгоден, это мне понятно. Человек хочет со мной общаться, потому что ему нужна от меня какая-то помощь профессиональная, финансовая, еще какая-нибудь. И это я понимаю. Вот тут я готов участвовать, потому что я понимаю, о чем эти отношения. От меня хотят чего-то, я отдаю это, мной довольны, я тоже что-то получаю. Вот какая-то имитация общения и происходит. Сколько здесь все равно сокрыта пустота и отсутствие тепла и любви, разрушение продолжается. 672-12-93-9-6-7-2-13-93-9. Вы можете позвонить, задать вопрос или написать нам в WhatsApp 230-6191. Пожалуйста, милости просим. Ну а что вы, как специалист, предлагаете таким людям, какие пути выхода из этих тупиков? Сейчас хочу еще кое-что дополнить. Обычно таким людям свойственно, сквозь состояние, о нем тоже в передачах говорили, называется оно алекситимия. Это отсутствие способности испытывать, осознавать свои и чужие эмоции. Человек не умеет называть свои эмоции. Вот я когда-то был в клиниках, где лечат зависимых людей. Среди них вот эта алекситимия, очень распространенное явление, у них висят такие большие плакаты, таблицы, где перечислены всевозможные эмоции. Человек мог хотя бы пытаться, ага, вот сказать, эта эмоция, возможно, это мое. Человек начинает искать эмоции, подбирать свои ощущения под нее. Так вот, люди с подобной проблемой, они понимают ту эмоцию, которая уже не спрятаться. Печаль, обиду, тоску, тревогу. Эти эмоции им знакомы, их они хорошо понимают. Все остальные эмоции, когда человек спрашиваешь, а когда у вас с кем-то были теплые отношения, когда вы испытывали, ощущали любовь к себе, бескорыстно, он говорит, а что это такое? Вы мне объясните, это как? Ну, вот я не очень понимаю, что это, я с таким не сталкивался. Когда человек спрашиваешь, ну, а ваши дети? Ну, а что дети? Ну, дети, ну, да, я им покупаю игрушки, я прихожу домой, что-нибудь, они с вами посидят. Ну, родители, детство собственное. А, собственно, детство как раз для таких людей и есть темный лес, потому что из собственного детства они не вынесли, что такое семья, как какое-то теплое место, где, возможно, могут даже и поругаться, и поскандалить, но при этом у людей эмоционально насыщенные связи. Такие люди этого не знают, им это очень тяжело. Что мы с этим делаем? Ну, всегда, на самом деле, когда такие люди приходят, мы начинаем учиться. Наверное, людям надо осознать, насколько они не понимают себя, насколько они не слышат ни свои эмоции, ни окружающих, насколько в эмоциональном вакууме они находятся. И требуется какое-то время, чтобы они это осознают. Некоторые это понимают, а некоторые это никак не могут осознать. Некоторые продолжают мыслить этими обидами из своего детства и все теми же, той же погоней из-за всеобщей популярности. И очень трудно осознать, что это достаточно иррациональное занятие, которое никуда не ведет. И вот, когда люди начинают слышать себя, постепенно осознавать свои эмоции, начинают учиться говорить о них со мной, с самими собой, потому что вот что-то психотерапевт это переводчик между пациентом и пациентом. То есть, он отражает эти эмоции, дает человеку их понять. Первый шаг – осознание эмоций. Второй шаг, который идет за этим, когда эмоции уже распознаны, человек может отправиться за ними в свое прошлое. То есть, осознавая свои эмоции в настоящем, он точно может вспомнить, ага, ведь со мной было то-то, и я испытывал такие-то вещи. Это вдруг всплывает откуда-то из глубины. У меня пациентка, которая женщине уже далеко за 40, и ей приснился сон, и сразу после этого сна вдруг у нее всплыло ярчайшее воспоминание, когда ей было 3-4 года из-за этого периода. Она вдруг удивилась, как ярко это вспомнила, потому что это воспоминание на протяжении долгих лет где-то в бессознательном покоилось. Люди вступают в контакт с своими эмоциями, они вступают в контакт с своим сознанием, с своим бессознательным тоже, и с этим уже можно работать. А что, как работать-то? Да, мы начинаем искать эту вот точку травмы. Ну, конечно, точка – это условное выражение, нельзя найти одну точку. Какой-то период или множество точек. Ну, вот, когда эта травма, эта болезнь надлом осознаётся, здесь осознавая это, анализируя это, переживая эти вещи заново, переживая эти вещи, их отражение в настоящем в твоей жизни, мы можем эти вещи менять. Мне здесь приходит такая ассоциация. уже какое-то время нашёл, в фейсбуке много писали, у японских есть такая техника называется кинцуги. Это когда чашка треснула, разбилась, вот эти трещины, её, их прорываются социальным составом, и в составе этих трещин есть золото, или серебро, или платина. И получается чашка, которая не расколота в дребезге, а в месте бывшего надлома очень красивая линия, яркая, блестящая, тёплая. То есть вместо разбитого, бесполезного предмета, предмет совершенно новой эстетикой, совершенно новым смыслом. То, что именно в месте надлома вместо травмы стало красотой. И вот мне кажется, что это техника кинцуги прекрасно ассоциируется с тем, что мы делаем в процессе терапии. То место, которое было местом травмы, по мере, как оно осознаётся, служит для настолько глубокого понимания человеком себя, для настолько глубокого воссоздания своих воспоминаний своего прошлого, а значит и настоящего, что эта точка проработки становится очень важным отправным пунктом в жизни человека. Она даёт возможность пересмотреть прошлое, даёт возможность изменить своё будущее, как бы это странно не звучало. Она даёт возможность, когда мы осознаём, какие люди связаны с этой травмой, она даёт нам возможность с этими людьми поговорить, если они ещё живы. с ними поговорить и, возможно, пусть даже с запозданием в какие-то десятилетия понять друг друга, услышать друг друга и выстроить новые отношения. Вот, мне кажется, терапия это что-то вроде техники кинсуги. Мы делаем из травмы источник силы, мы делаем из травмы то, чем можно осознавая это, радикально менять свою жизнь к лучшему. А у людей вот есть какая-то возрастная особенность, когда они, может быть, достигают этого тупика, то есть это тоже определённый какой-то возрастной тип, это ведь, наверное, не приходит, условно говоря, там сразу после 20, обычно нет, бывает по-разному, бывает сразу после 20, вот это ощущение непонимания, что такое для тебя близость, а бывают люди, обычно после 20, люди ещё не успели ничего симулировать, они не успели создать себе подобие семьи, они не успели создать себе подобие близости с супругами или с детьми, люди за 30, 30, за 30, они как раз больше подходят под это описание, ну, а чем старше люди, конечно, тем работать сложнее, потому что чем старше люди, ну, как, чем старше, когда-то считалось, что терапия, анализ после 50 не имеет смысла, что люди уже старые и негибкие, с тех пор выросла продолжительность жизни, с тех пор изменилось понятие об активности, социальной и прочей людей за 50, поэтому те, кто когда-то считались неподходящими для терапии, сейчас вполне для нее подходят, но чем раньше начинать, тем лучше. А вот насколько важно иметь, ну, как мы поняли, эти люди, они находятся в этом определенном тупике, им не с кем там поделиться, они нигде не находят, они вообще не понимают понятия, видимо, родная душа, у них там дома этого нет, это нигде нет, насколько важно иметь хоть кого-то, ну, то есть, есть психиатр-психотерапевт, но есть в повседневной жизни какой-то, может быть, человек, с которым ты можешь поговорить и обсудить свои эмоции, при условии, что ты их осознаешь, допустим, человек осознает свои эмоции и может поговорить с кем-то. Иметь кого-то, кому-то можешь доверять, с кем ты можешь открыться и поделиться всем, конечно, очень важно. Это не терапия, но это поддержка и близость, это уже терапевтично, но в том-то и проблема, что люди, которые вышли вот из такого детства с полным непониманием, с пустотой на месте семьи, это их пустотой на месте близости, в том числе и дружеской близости. Для таких людей и друга найти, которому можно доверять, кто может привязаться, кто может испытать какие-то теплые чувства, тоже очень сложно. Это, в общем-то, касается не только родственных, семейных отношений, поэтому... То есть, это распространяется на все формы отношений. Просто часто бывает, кажется так, что все-таки вот если отдельно стоит вот эта вот семейно-романтическая история и отдельно другие виды отношений, которые, наоборот, там вот вы сами перечисляли, рабочие с пользой обоюдной. Рабочие более понятны, потому что там есть логика работы. То есть, есть некая общая цель, для этого не обязательно друг друга любить и находиться в теплых, открытых отношениях. С рабочим все проще всего, с остальными намного сложнее. Спасибо. Программа «Диагноз недели» подошла к концу, Рель Резник Мартов через неделю. Да. Всего доброго, на следующий понедельник. Увидимся снова. Спасибо.